Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, это Планета Номац, и мы продолжаем играть. За кадром я... я построил, наверное, устройство 3, что ли, или 4, в итоге получилось вот это. То есть, почему 3 или 4? Потому что я постоянно что-то перестраивал, постоянно что-то убирал, что-то добавлял. В чем первая проблема вообще в постройках вот здесь устройств, которые я столкнулся, и которые прям вот категорично лично для меня? Это вес. Непонятен вес, да? То есть, ладно, хотя бы они не сделали автоматического подсчета этого веса, они бы просто написали бы, что сколько тот или иной блок весит. То есть, потому что на вес здесь как бы подвеска, да, и вы ставите любой блок, на подвеску это все влияет. Но как увидеть, где увидеть этот вот вес, да, нигде не написано. И в итоге, собственно говоря, любой декор, который вы добавляете, любой декор, который вы хотите, ну, как-то приукрасить, да, в своей машине, то... Это, короче, ну, очень плохо. То есть, в итоге получается очень плохо, что вам приходится именно тестить. И в итоге я сначала построил одну подвеску, настроил на нее кучу, и подвеска настолько просела, что он даже ехал... Весь транспорт, и ехал 28 всего лишь, ну, миль или километров в час. Это очень слабо, и в горке, собственно говоря, он не заезжал. Потом я еще перестроил, получил слишком громоздко, мне не понравилось. В итоге я решил не париться над внешним видом, то есть, вот, спереди все-таки оставил вот такую вот часть. Мне прям очень нравится вот так вот устанавливать вот эти панели, и как они выглядят. То есть, прям вот шикарно они выглядят. Также установил кучу, кучу, кучу просто инвентарей. То есть, кучу, кучу. Огромное спасибо вам за комментарии, то, что вот соединяя здесь этими... Вот этими входами сундучки, они как бы соединяются в один, так скажем. И я так думаю, если здесь потом использовать трубы разнообразные, да, то есть, которые у нас есть, мы сможем благодаря этим трубам, так сказать, соединять все инвентарии, или как-то их делать более красиво, так скажем. Ну, ладно. Также здесь стоят вот такие батареи. Изначально я сначала ставил большие, большие генераторы, которые... Где-где-где-где-где-где-где-где-где... Вот энергии, да, вот эти вот биогенераторы. Но, вся фишка в том, что весят они очень много, но в сумме они не очень много дают. То есть, весят много, но электричество не очень много дают. Вот в чем проблема. То есть, они запитывают не так много, как хотелось бы. А эти, их меньше в сумме получается, и веса от них меньше, но электричество они дают больше. В итоге, в итоге получилось что-то вот такое. То есть, здесь что у нас? Во-первых, на передней подвеске тут я попытался поизвращаться, так как, если вбок делать подвеску, то она слишком большой получается, да, то есть широкой. Мне не захотелось сделать широкой, поэтому я подумал, как ее сделать в длину, но чтобы было компактно. В итоге получилось вот так. Смотрите, здесь идет два блока, да, то есть, один блок идет сюда, и здесь у нас два колеса. Потом вот эта вот основная подвеска, здесь от нее второй блок вот сюда ступенькой уходит, и здесь два блока, и второй блок под этим блоком получается. То есть, и здесь колесо, вот видите, вот здесь сбоку стоит. Это раз, там такая же подвеска с той стороны. Здесь стандартная подвеска просто вбок уходит, и по бокам у нас стоят два колеса. И здесь еще посередине два колеса стоит, исключительно по такой же системе, но по одному колесу на одну подвесочку, вот так вот. То есть, центр я решил тоже так вот прожать, так скажем, да. Что у нас получилось? Что у нас получилось? Сразу скажу, вот для чего вот эта платформа, для того, чтобы вот так вот выходить и оставаться на платформе. Вот видите. То есть, чтобы не падать вниз куда-то там, на колеса, да, там, или еще куда-то. Конечно, можно эту платформу было здесь где-то сделать, кстати, как... Как мысль. Ну, нет, ладно. Я лучше оставлю здесь, на самом деле. То есть, и будет она мне так... Мне так удобнее, по крайней мере. Что же в итоге у меня получилось? Это примерно где-то около 40 километров. То есть, 40 километров движения. Ну, то есть, вот, иногда разгоняется больше, иногда меньше. То есть, по прямой, короче, 40. В горку где-то 28 на 25. Ну, если сильная горка, я вот не проверял. Ну, вот, по крайней мере, вот на ту плоскость я пытался заехать. У меня где-то вот 28-25 километров в час было. Ну, получается где-то так. Смотрите, подглючивает, подглючивает. Вот видно, что подглючивает прям мир, непонятно из-за чего. Но я могу предположить, из-за чего это. Чисто предположение. Сейчас объясню. Давайте остановимся. Остановились. И предположение, знаете, какое? То, что вот эти два блока трутся об друг друга. Вот здесь вот, видите, вот прям впритык. Два блока, они трутся об друг друга. И, возможно, из-за этого, когда я поворачиваю, начинается, ну, как бы игра начинает просчитывать вот это трение, да, то есть, из-за этого получаются лаги. Возможно, из-за этого. В итоге, ну, вот, получился какой-то такой, такой транспорт, не знаю, хороший он получился или не очень, но какая разница, как говорится, надо отправляться уже за ресурсами. Честно, уже, ну, пора, пора ехать и добывать карбон, добывать серебро, добывать другие материалы. И на самом деле, я, наверное, поеду надолго. Почему? Да, потому что, собственно, как-то нужно уже собрать все. Я бы, я думаю, что нужно съездить и на север, и на юг, и на запад, и на восток. Везде есть свои ресурсы, везде что-то можно добывать. И думаю, это будет правильно. И сегодня, собственно говоря, мы отправимся по ресурсам, которые я с собой возьму. Наверное, вот возьму то, что есть. Еда, питье, вода. Вроде у меня тоже есть. Воды 25. Ну, думаю, если что, то мы всегда сможем скрафтить. Все-таки система у нас такая, как бы, готовая к этому. Но единственное, что очень важно сделать, да, что очень важно сделать, это сохраниться. Потому что, ну, вот, начало, допустим, давайте назовем его начало. Типа начало путешествия. Вся фишка в том, что есть, есть, даже для такой, ну, довольно-таки широкой и длинной подвески есть здесь яма, куда можно спокойно провалиться и утопить, или утопить, или просто провалиться настолько глубоко, что я просто не достану свое устройство. Есть такие устройства. Ну, есть такие ямы, и здесь о них не нужно забывать. Особенно при том, что, ну, как бы, достать средств для доставания от того или иного устройства, их очень мало. То есть, здесь нету какого-то, знаете, лебедки, или такого мощного какого-то домкрата. Есть вот это вот устройство, которое приподнимает, да, приподнимает наше устройство над землей. Ну, во-первых, оно приподнимает не очень высоко. Во-вторых, от этого это никак нельзя развить, то есть, никаким образом нельзя, там, увеличить вот этот вот подъем, там, допустим, давайте попробуем через реку проехать. Вроде бы я должен увидеть яму, если я... Нет, я... Если она сейчас есть, то я провалюсь, я не вижу, где яма. Ну, ладно. Ну, черт возьми, прикольно, да, то есть... То, что вот мы так довольно-таки хорошо погрузились... Воу, подключило. Автосохрани. Так. Кстати, вот... Воды в игре очень много, но какого-то акваланга, который бы нам дал возможность... Который бы нам дал нам возможность, собственно, дышать под водой, нету. И это странно, реально, я в предыдущий раз проваливался несколько раз, топил свое устройство, именно топил. Ну, а смотрите, в горочку получается, вот даже вот в такую вот горочку у нас где-то 20, да, 19, 18. Ну, вот такой вот где-то, такая вот скорость. Не очень быстро, но этого, в принципе, достаточно. Блин, ну, вот сейчас вот вообще просто можно рисковать, на самом деле, с сохранением теперь можно рисковать, просто вот нырять в воду и все. То есть спокойно мы уходим под воду и пошли. Реально, реально под водой можем ездить, потому что... В чем фишка там? Вот яма, яма. По-моему, яма, да? Или нет? Или это тень чата? Да, это тень, тень от какого-то устройства. Под водой мы можем ездить, в кабине мы не тонем, в кабине кислород есть, но вот это прикольно. То есть спокойно можем... Ха-ха-ха! Водные покатушки! Серьезно! Серьезно получается именно так. Но вся фишка в том, что под водой мы не видим обрывов. Вот, кстати, вот здесь вот... А, нет, все нормально. Мне показалось. Под водой мы не видим обрывов и вот это очень может быть... Воу! Нырнули, да? Нырнули под воду. Офигеть! Офигеть! Все, вот! Вот о чем я и говорил! Все, все! Вот о чем я и говорил, ребят! Вот такие вот ямы... И вот смотрите! Вот я провалился, да? Ну, понятно, что я сейчас загружусь, я недалеко уехал. Вот я провалился. Допустим, я хочу как-то устройство достать. В данный момент какие... Какие варианты у меня есть? Мне, во-первых, его нужно перевернуть. Да? И можно либо вот... Вот этим блоком, да? Пытаться поднять. Где он? Где он? Где он? Где он? Вот! Да? Либо, то есть, мы его ставим, немножко приподнимаем устройство, строим под ним платформу, потом отпускаем устройство, опять приподнимаем, и так чуть-чуть выше. Но! Кислород уже кончается. Видите? Кислород уже кончается, и то есть, все, я уже вот начинаю... Сейчас, что я за этот промежуток времени могу сделать? Очень мало. И все, жизнь его начинает кончаться. И то есть, в этом есть очень большая проблема, я очень хочу, чтобы они ввели акваланг. Ладно, есть вот эти ямы, есть проблема провалиться, но акваланг должен быть. А лучше всего еще какие-нибудь, знаете, типа, подушки, надувные подушки, которые бы позволяли нам плавать. Ну, или вообще, устройство могло бы плавать, потому что, ну, как сказать, мы не можем видеть, что под водой очень плохо видно. Ну, вот как вот ее... Вот под углом, что ли, не знаю, очень плохо видно был этот провал, да, то есть, ну, вот так вот даже вот. Вот. Вот практически не видно. Вот, вот. Вот, не видно. Все. Вот так я ехал. Вот так я ехал, этот провал не видно. Как я его должен был заметить? Я не знаю, честно скажу. Но, но, ребятки, как бы это печально не было, ну, и то есть, то, что нету акваланга, это, конечно, все плохо, но игрушка только-только начинает развиваться, и понятно, что все нюансы разработчикам учесть невозможно, точнее, наверное, они их учитывают, но решить моментально с щелчком пальца невозможно, конечно. Поэтому, я думаю, оп-оп-оп-оп, вот, по-моему, рядышком обрыв, да? По-моему, рядышком, прям обрыв. Ну, а, нет, мне показалось, это просто переход от одного биома к другому. Жик, 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 смотрите, подвеска пытается работать, отрабатывать. Так вот, понятно, что рано или поздно все появится, и акваланг появится, и еще какие-то блоки появятся, плавательные, летающие, я, скорее всего, уверен, гусеницы появятся, то есть гусеничные треки, и много чего появится. Кстати, вот здесь вот уже, видите, зима начинается, то есть это биом, где, по-моему, можно найти уже кобальт и серебро, да, так, кстати, вон, по-моему, он уже, да, 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 я вижу деревья, по-моему, его. Вот в этом биомчике уже можно найти эти материалы, но непонятно, чуть-чуть подглючивать, подглючивать понятно, почему, скорее всего, именно все-таки изоблок. Вот этот биом начинается, тут даже можно, наверное, найти уже. Давайте проверим. А вот, собственно, и серебро, ребят. Серебро уже готово, пошло. Алюминий, серебро, сбор уже пошел. То есть, в принципе, уже можно заниматься сбором. И я бы хотел собрать довольно-таки ну, карбон, железо, это, конечно, не серьезно. Хотел собрать бы побольше и, черт возьми, найти бы жилу, найти бы жилу, это было бы вообще великолепно, но с жилой есть, конечно, проблемы. Тут найти жилу серебра, то есть, вот, вот честно, я ни разу этого, этого у меня не получалось, черт возьми, у меня уже переполнен инвентарь. Что такое? Давайте заполним все внутреннее пространство нашего буфера предметами и теперь можно все собирать. Конечно, можно попытаться покопать. Кобальт алюминий. Можно покопать, попытаться и, возможно, мне удастся что-то найти. Серебра надо, конечно же, побольше, хотя бы стака 3. Да и вообще, ресурсов вот особенно всяческих. Это что у нас? Это алюминий, да? Серебро, по-моему, такого синего, такого голубоватого оттенка такого. Ну-ка, видите, здесь еще порода такая довольно-таки злая. Она очень плохо копается, вот серьезно. Вот серьезно, очень плохо копается, как видите, вот. То есть у меня бур уже... А, нет, вот пошла нормально копаться вроде бы. Вот нормально пошла копаться. И породу здесь, наверное, я сейчас не найду. Хотя, с материалами здесь, наверное, ну, никогда не было проблем. Ну, ладно. Это не стоит того, чтобы сейчас рыться. Так, давайте попытаемся расщелину какую-нибудь найти и тогда уже продолжим. Да, кстати, ну, то, что фонари у меня стоят, и так видно, да? То есть ночью теперь будет светло. Хотя, на самом деле, можно просто лечь поспать и дождаться утра и тогда будет еще круче. И, честно говоря, всего лишь на ну, тысячу километров я, получается, ну, или на 1к сколько это? Метров? Один километр, может быть, да? Кстати, может быть, да, это именно в метрах. То есть я всего лишь на тысячу метров, будем считать, что это метр, а на тысячу метров, то есть 1 километр всего лишь отъехал от базы и, собственно говоря, уже нашел этот биом очень так подозрительно. Ну, вот руда, вот руда, и, кстати, это кобальт, это кобальт. по-моему, это кобальт, да, синий, да, это кобальт. Блин, какая же пушка плохая у меня. Так, и вот какой-то из таких материалов должен быть не алюминий кобальт, а алюминий серебро как раз таки. Но, как видите, здесь везде алюминий кобальт, алюминий кобальт. Проблема кобальта здесь точно нет, а вот проблема серебра тут есть прям очень огромная. Вы что, серьезно? Вы просто разбегаетесь или ко мне бежите? Вот здесь, по-моему, что-то есть, да? Ну-ка, давайте попробуем найти. Да что-то вот вроде блестящее-то есть, но, видите, ничего не добывается. Вот это очень подозрительно. Такое чувство, что какой-то какой-то из материалов как будто бы нерабочий. Вот серьезно. Странно. Вот как будто бы что-то, да, есть. Вот смотрите. Явно же какой-то материал, да, вот похожий на это. Что порода какая-то, но ничего не добывается. И я часто такое встречаю. Непонятно, это глюк или... Вот алюминий. Алюминий. Опять же нашел. Кобальт. Как-то очень странно. Такое включение после, знаете, где-то примерно двух или двух с половиной часов поиска ресурсов. В общем, честно скажу, ни разу, еще ни разу мне не удалось найти серебро под землей. Поэтому я вот сейчас вот просто бегаю и тупо и пытаюсь вот найти вот серебро, ну вот как вот в таких вот камушках, в кристаллах, где-то тачка моя вон там он стоит, я тут бегаю вокруг. Еще я пытаюсь добыть в большом количестве вот этот вот ресурс, как под названием под названием вот генит или гаенит, как-то не знаю, как правильно он переводится, но я думаю, вы знающие люди, вы напишите мне обязательно в комментариях. Черт, а что это меня атакует-то? Я же его не бил. Зачем ты со мной так поступаешь? Козел. Ну или олень, это северный. Так, ну в принципе, понимаете, что сейчас придется очень много собирать. Именно еще потратить довольно-таки приличное количество. Хочется собрать, знаете, ресурсов, но прилично, чтобы приехать на базу уже с нормальными запасами ресурсов и скрафтить все, что мне не достаёт. Это нормальную, нормальную пушку, да, то есть и те блоки и устройства, которые я, к сожалению, пока что не могу, допустим, скрафтить это из-за того, что, ну, собственно, так вот уже что-то выпадает, нужно идти разгружаться. Только из-за того же не могу скрафтить, что нет ресурсов всех. Поэтому, поэтому придется постараться. Хотел посмотреть, как переводится вот этот ресурс в гугл-переводчике, а он типа говорит, что это эстонский язык. В общем, ладно. Вот, вот здесь он вводится, вот в этом биоме, да, он находится также на севере, рядышком, рядышком с ледяным биомом, вот он, видите, но его здесь очень мало, прям вот очень мало, и поэтому нужно в большом, вот максимальном количестве этот ресурс, потому что он нужен, ну, нужен для крафта, то есть у меня в данный момент сейчас, понимаете, даже, даже стака нет. То есть, понимаете, вот это железо, да, то есть у меня вот этого гаенита или гаенита, как не знаю, как правильно произносится, вот всего лишь 31 штучка, это совсем мало, а надо хотя бы, ну, чтобы вот быть спокойным, надо хотя бы стака 2, ну, наверное, это, конечно, было бы очень хорошо, но почему бы и нет, это займет всего лишь только просто времени больше, а так, в принципе, реально. Вот видите, прямо здесь рядышком уже сразу зимний биом, я на самом деле не знаю, есть ли здесь, если куда-то еще более на север уезжать, есть ли здесь какой-то более зимний биом, то есть, знаете, где прям вот, знаете, лед, снега, что-то типа такого, то есть деревьев нету, то есть где суровая погода, температура, возможно, есть, если кто-то знает, напишите мне, я с удовольствием, может быть, когда-нибудь скатаюсь туда вглубь, прям вот, знаете, ну, за километров так 21 или там 30, да, то есть вот что-то в таком вот расстоянии, я думаю, это будет интересно. Сейчас я потихонечку, потихонечку еще пособираю, конечно же, ресурсы здесь, вот этот глинит, хотя бы, говорю еще раз, хотя бы стак, ну, хотя бы стак, в идеале бы два, и потихонечку буду смещаться куда-нибудь, на север, на запад или восток, посмотрим, как мне удобнее будет, потому что есть нюансы всяческие, да, для этого, как проехать и тому подобное, потому что постоянно смещаешься в какую-либо сторону, потому что, ну, не везде удобно приезжать, и не на все склоны может мой транспорт все-таки заехать, к сожалению, есть такие, ну, то есть, круто, круто, ну, вот, допустим, вот на этот точно не заехать, потому что мощности, тупо просто мощности не хватает, это очень печально, ну, ладно, там вот видно, что разные биомы встречаются, так что на этом я буду заканчивать, надеюсь вас увидеть в следующей серии, и надеюсь на ваш лайк под этой серией, так что, всем всего удачи, и пока! Субтитры создавал DimaTorzok